Ну и как Запорожье принимает людей, которым удалось эвакуироваться из оккупированных населенных пунктов, узнаем у нашего коллеги, журналиста Сергея Вендина. Сергей, приветствуем тебя. Тебе слово. Добрый вечер, коллеги. Буквально час назад мы встретили в Запорожье 4 автобуса с людьми, которых эвакуировали. А также из города Мариуполя. Это 156 человек. Сейчас они находятся в хабе. Там их зарегистрировали и сейчас кормят. А также узнают по поводу необходимых лекарств, по месту размещения, что им необходимо и куда они дальше собираются двигаться. Ну, предлагаю услышать первое, что сказали люди, когда вышли вообще. Они два месяца провели в подземелье, не видя белого света. И что они говорили, когда вышли на улицу? Очень страшно было, потому что выходишь и смотришь, неужели ничего не летит, неужели ничего не сыпется, потому что они дети, мы не видели солнца. Ну, полтора месяца точно не выходили даже. Самое страшное, что мы по звуку начали отличать, какое орудие летит. Летели и самолеты, и на парашютах уже под конец нашего пребывания начали, на парашютиках спускались как что-то, не знаю что. Потом буквально выстрел 20-30 секунд, и оно на мелкие детали еще разлеталось. Но мужчины наши говорили, что это противопехотное какое-то орудие. Ну, вот сейчас мы именно в центре этого самого, находимся в самом хабе. Здесь вот люди, которые приехали сегодня из Мариуполя. Они после долгой дороги, которая у них составила букву, по-моему, три дня, и сегодня они выезжали из последней точки в 7 утра и приехали только в 5 часа вечера в Запорожье. Сейчас это у них первый горячий обед или ужин, как это назвать, не знаю. Здесь мы видим, люди могут получить предметы первой необходимости, здесь мы видим детское питание, гигиенические штуки, также детские игрушки. И здесь люди еще могут взять себе одежду, которую приносили сюда волонтеры. Что еще хочу сказать. Перед тем, как приехать в Запорожье, каждый человек прошел самую унизительную процедуру, которую можно себе представить, это фильтрация. Это когда человека полностью переписывают его данные, проверяют на причастность к азовцам и вообще к воинским формированиям Украины. И что об этом думает министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Вильчук, предлагаю послушать. Нужно спросить, а что это за форма? Фильтрация. И напоминает ли это вам нацизм, который был в Европе? Мы уже видели фильтрационные лагеря. Мы уже видели, как ведут себя нацисты, создавая такие фильтрационные лагеря. И сейчас Россия на временно оккупированной территории создала в Безыменном именно такие лагеря, где фактически как нацисты ведут себя по отношению к гражданскому населению. Большинство из этих людей сегодняшнюю ночь проведут либо же в детских садах, либо же в школах. Городская власть позаботилась уже об этом и предоставила необходимые места. На этом пока у меня все, коллеги. Сергей, спасибо большое. С нами на связи из Запорожья был журналист Сергей Вендин. Он показал, как и где сейчас размещают людей, которым удалось вырваться из оккупированного Мариуполя. И напомнил о том, что людям приходится проходить фильтрацию. Спасибо большое, Сереж.